всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня мы будем с вами делать ароматические подушечки почти в четыре руки и димочка тут и димочка мне будет помогать нам нужно кружочки сейчас сделать нарисовать для этого нам понадобится любая плотная бумага у меня вот из-под постельного белья здесь тоже вот мы с вами нам нужно диаметром 4 сантиметра кружочек к сожалению какую-то крышечку и что-то я не нашла здесь вот тоже они слишком маленькие мы будем с вами сделать по-другому вот сначала мы сейчас нарисуем с вами кружочек потом я расскажу что делать дальше мы с вами делаем точечку посередине так сейчас этого сделал побольше точечку и берем линейку у нас надо нам четыре сантиметра мы значит где-то есть вот два сантиметра вот так вот сбоку здесь вот отмеряем один и тут точечку так ставим потом ее поворачиваем вот здесь опять один и тут точечка и вот так мы с вами делаем почти что вырисовывая кружочек а потом все эти линии мы просто соединим с ребенком конечно это не совсем удобно дадим у нас с вами такой маленький трафаретик теперь мы берем ткань красивую возможно это должен быть ситец потому что у нас будет подушечка ароматная вот я начну с маленькой подушечки попробую как это понравится мне не понравится вот может быть еще что-то не получится что-то слишком большую не шить вот у меня одна сторона смотрите будет розочка а другую сторону я сделаю темную просто полосочку для чего это надо поскольку подушка будет ароматная у нас она будет у нас наполнителем вот таким вот холофайбер по-моему называется вот то там за страна темная я буду на нее лить либо капать туалетную водичку свою который мне очень нравится который мне допустим не подходит не подошла то есть на себя я как у меня не подошло а если я просто вот нюху мне нравится ароматические масла всякие я буду капать на темную сторону чтобы пятна будут оставаться с темной стороны а с этой стороны он будет висеть он будет красивенький я буду на него любоваться смотреть вот мне будет приятно мы ее с вами переворачиваем да так вот берем этот наш кружочек вот он как раз четыре сантиметра где-то даже вот побольше немножко вот берем с вами кусочек мыла если у вас смел может быть у вас специальный какой-то какой-нибудь специальный маркер вот и его обрисовываем так вот так у нас получился одна розочка и и рядышком вот тут вот я на темном фоне сделаю здесь я уже пока немножко расшила также берем наш кружочек и можно совсем близко теперь нам понадобится иголка и нитка у меня иголку такая большая я люблю шить большими и нитка нитка у меня белая ну ладно нитку мы засовываем так вот вот Давайте немножко с вами приберемся здесь. Трафаретик такой можно оставить. Он вам еще пригодится. Берем нашу нитку. Все делают по-разному. Кто-то ее оставляет, там один конец длинный, другой короткий шьет. Я люблю делать все качественно, поэтому я шью сразу двумя концами. Здесь я на кончике сейчас завяжу узелок, выровняю, завязываем узелок. Да. Вот так берем и завязываем. Да. Так вот раз. Вот. Все. Вот он на кончике. Так. Нашу подушечку мы выворачиваем наизнанку. Ее сравниваем. Чтобы у нас были более-менее ровные кончики. Ну вот она, да, в принципе, более-менее похожа. Вот. И начинаем с вами шить. Протыкаем. Продеваем. И потом иголочку продеваем через эту вот петлю. Я думаю, таким способом многие знают. Многие игрушки шьют с таким способом. Так. Вот смотрите, мы с вами почти дошили. Оставляем с вами совсем немножечко. Вот такая она получилась. С этой стороны, конечно, не очень красивая. Еще добавок мне не хватило нитки. То есть вот еще кончик. Их можно все, в принципе, отрезать. Но их видно все равно не будет. Это будут они у нас с внутренней стороны. Ну, отрежем. То есть вот бывают по-разному такие ситуации. Бывают вот ситуации, когда остаются вот такие всякие кругляшочки. То, что нитка пошла как-то не так. Где-то там зацепилась. Ну, это в любом случае с внутренней стороны. Это бывает у всех. В этом нет ничего страшного. Вот. Сейчас мы ее с вами выворачиваем. Вот. Конечно, нужно было шить все-таки черной ниткой. Вот. Но это у меня сейчас пробная. Получится, не получится. Вот так же потом в комментариях еще отпишусь. Ну, да. Вот они немножечко видны. Видны. Ребенок. Вот. И сюда мы сейчас будем заполнять ее холофайбером. Он у нас вот с маленькими такими штучечками. Да. Дима, тебе интересно? Туда ее мы закладываем. Если она будет действительно ароматная, то если все получится, тогда мы с вами уже будем шить на швейной машинке. подушечку уже как положено. Ты меня тут раз соединяешь, да? Уже как положено, как она должна быть. И будет очень-очень красиво. Ну, вручную, к сожалению, бывает, что получается и так вот не очень красиво. Но главное, что это сделано все у нас с любовью. Ну, вот такая. Так. Теперь, значит, нам понадобится веревочка. Я использую такой шматок. Его я разворачивать не буду. Здесь просто сейчас чуть-чуть возьмем. Сколько нам немножко понадобится. А, ну вот он. Умираем. Так. Сейчас мы тут с вами завяжем. Завязываем узелочек, который мы будем пришивать. вот так. Так. И где-то у нас, наверное, она вот такая будет, да? Подвесим ее где-нибудь. Ну да, где-то вот так мы отрезаем. Вот, взяла именно для вязания клубок, потому что она мягенькая. Она нежная, мягкая. Хотела сначала взять от шпагата, но она не такая мягкая. Я боялась, что не получится. Так. Отсоединяем их вместе. Вот. Все добавили. Ты мне все разъединил тут. Еще добавили, да? Сильно, наверное, много тоже не нужно добавлять, я так думаю. Вот. Поправляем. Все расправляем и зашивать будем. Так же туда закладываем наши узелочки. Мы их сейчас, наверное, еще вместе давайте соединим, чтобы узелок был побольше. Чтобы нам тоже не промахнуться. Все отлично. Нет, не потеряется узелочек. Вот. Засовываем наш узелок туда. Вот она с этой, другая с этой стороны. И мы просто завязываем узелком, чтобы у нас не разошлось вдруг, неожиданно. Ну, здесь-то это не разойдется. В принципе, вы делаете по-своему так, как делали вы. Потому что я в этом деле самоучка. Меня никто не учил. Я училась ему сама. Мне вот нравится так. Я так привыкла. Для меня это более альтернативный способ. Вот. Вот. Все. Теперь кончик этот отрезаем. Вот. Получился у нас такой маленький мешочек. Не такой красивый, конечно, как мне хотелось. Вот. Надо, конечно, было все-таки черными ниточками. Вот. Но я надеялась, что сделаю хорошо и будет не видно. Ну, в принципе, получилось тоже вполне нормально. Розочка довольно красивая. И давайте сейчас попробуем с вами ее побрызгать. Мы туалетной водичкой посмотрим, насколько это хорошо так работает. И работает ли это вообще. Так, Дима, давай я это заберу тебе. А то у нас сейчас вся квартира будет. Фолофайбер. Вот. У меня есть вот такие вот туалетная водичка. По-моему, это Эйвен. Называется вчера. К сожалению, она ко мне не подошла. Мне очень сильно тошнило. Но этот запах мне очень-очень нравится. Мне он очень приятен. Вот. Поэтому я решила сделать такую подушечку, чтобы иногда этот запах нюхать, ощущать. То есть не просто же тряпку, допустим, повесить. Да? У себя там перед компьютером, перед носом. А что, вот какую-то такую подушечку. И также вот можно, продаются и в Ашане, продаются везде. Такие вот всякие апельсиновое масло. Так вот, да. Здесь апельсин. Я очень люблю апельсиновое масло эфирное. Вот там ель также. Потом ее можно будет эту подушечку помыть, допустим. То есть, все ничего такого не будет. Постирать, помыть водичкой. Там, я не знаю, мылом видно будет. Вот. И использовать ее снова, снова, снова. Но это вот как пробная версия. Как видите, она у нас не очень такая прям получилась. Вот. А другую мы с вами уже, если все будет хорошо, уже будем шить на швейной машинке. Уже как положено. Их можно сделать и несколько. То есть, таких вот на веревочке. Вот. И большие можно сделать. И можно уже разнообразные. Вот. Но сегодня я хочу попробовать эту с туалетной водичкой. Уже давно этот запах уже не ощущала. Надю. Тебе эту штучку. Вот. Чуть-чуть она выглянула. Вот. Она начинает впитываться. Также, в принципе, можно, допустим, полностью не зашивать, а оставить какой-то небольшой кончик. И, так сказать, не сюда, а именно туда. Вот. И просто повесим ее вот этой стороной куда-нибудь на камеру. И будем ощущать запах, аромат любимых туалетных водичек, любимых масел. Также, кстати, можно есть такие вот. Мы ездили отдыхать на теплоходе с мужем и заезжали в Елабуку. Там делают вот такие куклы-травницы. Здесь вот находится трава, душица, чабрец там, что-то еще. Очень-очень они прямо ароматно пахнут. Настоящие, натуральные. То есть, собираются, сушатся где-нибудь, может, на ветру или где-то. Вот. И потом вот такие же вот делают. Если вам хочется такую же сделать вместе со мной, то напишите в комментариях. Там, да, я хочу, 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 хочу. Вот. Мы с вами сделаем. Вот. Они прям такие вообще прям просто ароматные. То есть, сейчас, в принципе, у нас лето. Можно будет уже скоро собирать урожай. Собирать травы разные. Сушить. И вот в такие вот куклы-травницы как раз таки засовывать. Да. Такую куклу-травницу можно, мне кажется, положить где-нибудь около кровати, просыпаясь или ночью спать. Чувствовать этот аромат будет очень приятно. Может быть, вам даже сны будут сниться какие-то особенные. Вот. Ну, да, я ощущаю, кстати, вот аромат. Этот. Не знаю, за сколько дней он там выветрится. Тоже все это напишу в комментариях, все ли хорошо. Дима, не трогай. Все ли хорошо. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Artmania. Вот. Вместе с моим сыночком, который тихонечко, тихо сидел, смотрел, да? Еще пока мы маленькие, не помогаем особо. А что ты там делаешь, покажи? Что ты там делаешь? Вот. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем. Наши видео обзоры, обзоры фикс прайса покупок, обзоры техники, обзоры также покупки на зоне где-то еще. Вот. И всем пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok